Жизнь современного человека невозможно без различных электроприборов. Соответствовать новым потребностям должно и оборудование. К примеру, в доме номер 5 на проспекту Юбилейному сейчас идёт замена электропроводки. В каждом подъезде прокладывают кабель с усиленным сечением. Представитель подрядной организации отмечает, что это необходимо не только для удобства жителей многоквартирного дома, но и для их же безопасности. После этого прокладывают кабель, идёт замена щитов этажных на новые с автоматикой и в конце замена водно-распределительных устройств будет производиться на новые, уже скомпенсированные потреблению современному. Работа согласно плану, да, на этой неделе планируется первые четыре подъезда, замену с управлением до 20-го октября и закончить весь объём. Проконтролировать ход ведения ремонтных работ в многоквартирных домах выехал и глава города Эльдар Валидов. Вместе с заместителями они пообщались с жильцами дома и представителями подрядной организации. Здесь фасад у нас, утепление фасады. Срок сдачи 10 октября, сумма 30 миллионов 262 тысяч. Подрядчик работает. Сколько у вас людей? 10 человек пока на сегодняшний день. 10? Милюша Зиганшина – старшая по дому номер 54А по улице Ленина. Здесь она живёт долгие годы и знает о проблемах не понаслышке. Много лет главной бедой дома были холод и сырость, а как следствие – плесень. Решить вопрос поможет ремонт и утепление фасада по программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», согласно которой только на этот дом будет потрачено более 30 миллионов рублей. Это уже у меня третий ремонт. Третий ремонт в этом доме? Да. Дорогу делали, подъезд делали, капитальный ремонт. Подъезд делали когда? В каком году? Подъезд уже 4 года, наверное. 4 года, да? 4 года прошло. А крыша как у вас? Крыша вот после этого. Я буду писать капитальный ремонт. Наряду с этим проводятся ремонтные работы в подъездах горожан. Только в этом году по программе комплексного ремонта подъездов в МКД запланировано обновить 34 из них, расположенные в 10 жилых домах. Общая стоимость работ здесь составляет более 37 миллионов рублей. 90% денег дает республика, а 10% – средства органов местной власти. На сегодня ремонтные работы в подъездах выполнены уже на 90%. Продолжение следует...